Музей первого президента открылся в новом здании посольства Казахстана в России. Его первыми посетителями стали ветераны-казахстанцы. Для них был организован прием по случаю дня первого президента. Среди гостей бывшие партийные и государственные деятели, которые в разное время работали с главой государства в Казахстане. Прием для ветеранов-казахстанцев прошел в обновленном здании посольства в Москве. Его полная реконструкция завершилась в рекордно короткие сроки. За четыре с половиной месяца трехэтажное здание обрело современный облик. Теперь его отличает и повышенный уровень безопасности. Все продумано, все взвешено. Показанный народ, показано движение Казахстана к будущему, показана неустанная работа президента. И Мангале Нургалевичу удалось осуществить такой замечательный проект, который говорит о новых возможностях Казахстана. Ветераны посетили музей первого президента. Здесь представлены исторически ценные фотографии, уникальные архивные научные труды и документы, коллекция личных книг президента и подарки. Все экспонаты имеют непосредственное отношение к истории современного Казахстана. Они отражают деятельность первого президента и 25-летнюю историю дипломатических отношений Казахстана и России. И вот на расстоянии того времени теперь видно, какой наш президент Руслан Абешид Назарбаев. Те вещи, которые он говорил, и начинал говорить, и говорил нам уверенно, мы в них сомневались. Время прошло, и мы убеждаемся. И столица, и многие-многие-многие дела международные, и особенно, конечно, двухсторонние отношения между Казахстаном и Россией, взаимоотношения стали более доверительными, более искренними. И я думаю, обеих сторон, оба народа уверены в том, что будущее в взаимоотношениях у нас прекрасно. В музее представлен и рабочий кабинет президента. Его интерьер сохранили в первоначальном виде. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар-24.